Вы боретесь с гневом и заканчиваете тем, что срываете его на людях, о которых в действительности заботитесь больше всего? И даже если вы осознаете это, вы чувствуете, что ваш гнев вам не подконтролен? Оставайтесь со мной, и я поделюсь с вами множеством полезных идей о том, как разорвать и понять этот цикл. Привет, меня зовут Эвет Роуз, я автор и основательница метафизической анатомии, книги, включающие в себя сведения о 679 медицинских заболеваниях, вместе с их психосоматическими первопричинами, что мы все разделяем повсеместно. И добро пожаловать на сегодняшний эпизод, что посвящен гневу внутри отношений и является продолжением серии видео «Коренные причины гнева», независимо от того, являетесь ли вы принимающей стороной или инициатором. В сегодняшнем обсуждении мы обсудим наиболее вероятные причины и аргументы, почему один партнер проецирует свой гнев на другого партнера. В большинстве случаев, когда это происходит, этот гнев имеет собственное происхождение, он не просто появляется сам по себе, существует причина, почему он здесь, всегда присутствует истинная причина его присутствия. Итак, в большинстве случаев этот гнев уже присутствовал в человеке до того, как этот человек вступил в отношения. И обычно отношения сами по себе не являются проблемой, но проблемой может оказаться то, что эти отношения дают человеку, что борется с гневом. Далее спусковым механизмом может быть и то, что партнер в отношениях дает человеку, что сражается с гневом. В других случаях партнер или отношения сами по себе и то, что они приносят, не всегда являются проблемой. Проблемой становятся механизмы преодоления человека, что он или она приносит в свои взаимоотношения с партнером. Теперь давайте поделим эти идеи на три разные категории. Категория первая – когда мы рассматриваем гнев как часть личности человека. Затем мы рассмотрим те случаи, когда гнев вызывается тем, что несут в себе эти отношения. И, наконец, категория номер три – мы рассмотрим те случаи, в которых гнев вызывается тем, что партнер вызывает в представлении человека, что подвержен гневу. Так как вы увидите, как эти три аспекта на самом деле соединяются вместе в конце, однако каждая из этих категорий обладает своей собственной персональной важностью и значением. И я намеренно выделила три категории, так как мы говорим об отношениях, а не только о повседневной жизни. Впереди нас ожидает гораздо больше видеоматериалов, посвященных этому. Так что давайте сосредоточимся сейчас конкретно на гневе, что возникает больше в связи с отношениями, нежели на гневе, что проецируется извне, за их пределами. Итак, давайте взглянем на гнев, когда он является частью личности человека. Это также значит, что этот гнев – часть механизмов преодоления этого человека, в том смысле, что такие люди используют гнев, чтобы обозначить границу. В особенности, когда они чувствуют себя неуслышанными, незаметными, не получают уважения, ощущают неловкость или стыд, то, что их не ценят, возможно, утратившими контроль, уязвимыми и список может продолжаться. Здесь вы видите ключевые эмоции, что могут восприниматься как унизительное и уничтожающее достоинство. Или еще как-либо, что заставляло бы человека почувствовать, что его ценность тем или иным образом была принижена. И даже если вы можете подумать, ну как такое могло заставить тебя чувствовать себя подобным образом? Запомните, у всех у нас существуют разные болевые точки. На всех на нас наше прошлое повлияло по-разному, сформировав наши взгляды и то, каким образом мы воспринимаем нашу реальность, каким образом мы воспринимаем действия и реакции людей. Так что помните об этом, чтобы не осуждать других на основании лишь своего восприятия. Здесь вам действительно необходимо выйти за рамки своего обычного мышления. Итак, что происходит, когда эти чувствительные, эти раненые аспекты человека раздражаются? Вспомните о том, как мы обсуждали незажившую рану, которая незамедлительно реагирует, если в нее тыкать. В таком случае этот человек вернется в состояние гнева, о чем вы уже знаете, если вы просмотрели серию, посвященную коренным причинам гнева с самого начала. Это часть инстинктивной реакции «бей или беги». Но в этом случае человек более сосредоточен на аспекте борьбы, действия, реакции. Вместо отступления следует реакция, что приводит к вопросу, за что сражается этот человек. Я вновь повторю это. В тот момент, когда человек чувствует гнев, за что он в действительности сражается? Что он чувствует или воспринимает, как может быть отнятым у него, или как препятствие для себя или внутри себя? И так вы видите, эти два вопроса играют очень важную роль, поскольку вызывают ту реакцию, под влиением которой человек чувствует, что ему необходимо сражаться за что-то, для того, чтобы вновь обрести это так или иначе, будь то эмоциональное состояние, психическое состояние, или что-то связанное с их окружением, даже такое, как контроль. Или же, может быть, они испытывают определенное чувство, и гнев помогает им ощутить себя сильными в тот момент, так как независимо от того, что они испытывают в тот момент, это чувство вызывает у них состояние, противоположное уверенности и силе. Итак, вы хотите взглянуть, какие потенциальные негативные эмоции кроются за гневом? Здесь также запомните это, так как мы еще собираемся возвращаться к адреналиновому фактору, так как это также очень важно. Здесь также присутствует фактор адреналина, что приходит вместе со страхом, о котором мы уже знаем. И который в данном случае может дать человеку эмоциональный взлет, блаженство. В том смысле, что человек ощущает себя увереннее, эмоционально и физически сильнее, что служит компенсацией многим различным отрицательным и лишающим уверенности чувствам, от которых человек мог пострадать из-за неразрешенной раны из его прошлого. Так что кто угодно может вызвать эти негативные эмоции, в особенности, если человека заставляли чувствовать или переживать определенные негативные эмоции в прошлом. И механизм преодоления, которым теперь стал гнев, возникает, чтобы предотвратить угрозу и вновь отобрать определенный уровень контроля у ситуации или у спровоцировавшего гнев человека. Итак, в конечном итоге, в большинстве случаев гнев – это конечное выражение воспринимаемых нарушенными границ. Будь то намеренно или неумышленно. И человек теперь вынужден чувствовать бессилие, исправляя нанесенный его границам ущерб. Поэтому, когда гнев выплескивается, то вы достигли своего предела и своего лимита того, с чем вы можете справиться эмоционально и даже физически. Итак, почему так сложно справляться с гневом? Мы не всегда можем распознать, когда наши границы переступают. То есть другой человек может даже не осознавать этого. И мы также можем не распознать тот факт, что мы пересекли чью-то границу, так как нет четкого обозначения ее или оповещения о ней, ведь другой человек также не выражает ее конкретно. Другой человек реагирует, лишь основываясь на том, что он чувствует. Однако здесь нет воспринимаемого интеллектуального осознания и понимания для того, чтобы указать. Ты сделал то-то, и это то, что заставило меня почувствовать таким образом. Когда вы движетесь по этому сценарию, в большинстве случаев, то, к примеру, что вы сделали для того, чтобы вызвать гневную реакцию, в действительности совсем не то, на что направлен гнев человека. Вы просто задели рану. Происходит что-то еще, так как обычно, когда кто-то реагирует настолько гневно, настолько не сдержанно, вы понимаете, что вы имеете дело с реакцией чрезмерной компенсации. И когда такое происходит, когда гнев абсолютно не связан с тем, что на самом деле происходит в данный момент, это неопровержимое доказательство, это предупреждение. Вы знаете, что имеете дело с чем-то гораздо глубже, так? И очень важно помнить это. И кроме того, запомните, это словно как когда границы нарушены, и человек не распознает этого. Давайте немного переосмыслим это, так как когда человек не распознает, когда его границы нарушены, к тому времени, когда он чувствует гнев, или же, давайте возьмем в качестве примера вас, это будет отличной частью вашего обучения. К тому времени, когда вы чувствуете гнев или обиду, то уже слишком поздно. Все потому, что вы не имеете сознательного представления о том, какие именно границы были преступлены, и какие воспоминания из прошлого в настоящий момент задействованы, приводя к чрезмерной реакции. Таким образом, когда вы чувствуете гнев, вы уже в режиме ликвидации последствий, так как ваши границы на самом деле были нарушены давным-давно. Гнев – это окончательная реакция, говорящая вам, «Эй, перерыв, с меня довольна? Я достиг своего предела достаточно. Я не могу справляться, просто пытаясь подавить что-то происходящее, что мне не по душе. Но я чувствую, что мне необходимо это подавлять, и теперь с меня довольна». Это тонкая грань, и эта тонкая грань служит барьером между мирным разговором и спором. Так как если вы распознаете, когда эта черта пересекается, до того, чтобы почувствовать гнев, вы гарантируете себе гораздо более спокойный разговор. Итак, я рассказываю вам о границах и гневе в этой серии видеороликов, и я также хочу рассказать вам о своем потрясающем исцеляющем курсе онлайн, что поможет исцелить ваши границы и вновь обрести покой. Вы можете найти его на сайте treatmentyourboundaries.com. Если это является проблемой для вас или вашего партнера, и они открыты к работе над своими границами, то это по меньшей мере хороший шаг в правильном направлении. Расскажите своему партнеру об этом. Или же вы можете, кроме того, приобрести книгу. Каким бы способом вы не хотели начать исцеляющий процесс, книга доступна для скачивания в приложении для мобильных устройств на сайте metaphysicalapp.com. Так что просто осознайте, что именно границы обычно служат основной причиной того, почему люди слишком остро реагируют. Даже если первопричина – это пострадавшие границы, а даже если реакция абсолютно другая, хорошо? Так что помните об этом. Это кое-что действительно важное и интересное, на что стоит обратить внимание. Итак, перейдем ко второй категории. Итак, когда гнев вызывается тем, что партнер представляет для кого-то, кто испытывает гнев. В некоторых случаях, кроме того, может быть так, что гнев намеренно направлен на партнера и выплескивается на него, и причина, по которой это происходит, не обязательно является виной другого человека, а также из-за того, кем или чем партнер представляет в глазах человека, который проецирует на него свой гнев. Давайте приведем пример. Скажем, женщина находится в отношениях, и она подвержена гневным вспышкам, и она постоянно проецирует свой гнев на своего мужа или своего парня. В данном случае это может быть партнер, который представляет мужское начало в ее жизни. А теперь, к примеру, возможно, она испытала очень трудное детство с собственным отцом, когда он мог жестоко обращаться с ней или оставлять без внимания, постоянно обвинял ее или винил ее в том, что она делала что-то неправильно. Он мог оставить ее или часто отворачиваться от нее. И эти старые раны теперь пробуждены ее партнером, который на самом деле абсолютно не похож на ее отца. Он может даже вести себя абсолютно не так, как ее отец. Однако он олицетворяет мужское присутствие так, мужское начало в ее жизни. И ее представление, что связано с мужчинами и маскулинностью, настолько ранит ее. И что происходит, так это то, что ее рас, ретикулярно активирующая система, подсознательно, в каком бы эмоциональном состоянии вы ни находились, эта часть вашего мозга сосредотачивается именно на аспектах, которые будут находить отклик с тем, как вы себя чувствуете в своем окружении. Так вот, ее рас будет выдавать эту информацию и игнорировать все остальное. Итак, всякий раз, когда она видит своего парня или своего мужа, она представляет мужское начало, и теперь подсознательно возникают все факторы стресса, возвращаются все отрицательные воспоминания. И она в невидении, она не осознает этого, но эмоции, которые она, возможно, испытывает рядом с ним, это большая напряженность. Она чувствует себя неуверенно, чувствует себя немного небезопасно. Но отсутствуют всякие воспринимаемые сознательно доказательства того, почему ей следует чувствовать то, что она испытывает. И, безусловно, возможно, существует рациональная часть ее, которая говорит «все в порядке», «все должно быть хорошо». Он безобиден, он любящий меня человек. Но для ее подсознания он все еще представляет мужское начало. Теперь, что делает Рас? Она будет фильтровать и отыскивать в этом человеке различные модели или способы его поведения, слова, которые он может случайно обронить. И в какой-то краткий миг она может зацепиться за что-то, что она посчитает жестоким или ранящим, что связано с ее прошлым. И бум! Связи установлены. И спусковой механизм в ней укрепляется, становится сильнее. И теперь это становится именно тем, что она выискивает. Она выискивает черты своего отца. Хотя этот парень может быть совершенно другим. И затем малейшая вещь может спровоцировать ее. Итак, теперь на подсознательном уровне она на самом деле ищет промахи и изъяны, ошибки своего партнера, что могут послужить сходствами между ним и ее отцом. Потому что, вспомните, она уже в сверхчувствительном состоянии и занимает оборонительную позицию, чтобы быть готовой защитить себя эмоционально в любое время. И это состояние только накаляется. Печально здесь то, что она сосредотачивается только на потенциально угрожающем ей поведении, что может исходить от ее партнера. Потому что это то, что она эмоционально ищет в нем. Она ищет признаки того, что он намерен ее покинуть, признаки отторжения, пренебрежения ею, жестокости и, конечно же, с намерением сохранить свою безопасность. И это очень сильный подсознательный механизм безопасности. Однако в то же время и разрушительный цикл. Ведь кому-то приходится платить эмоционально. В этом случае парню либо мужу, что в данной ситуации абсолютно невиновен за то, что ее отец причинял ей в прошлом. Помимо этого, может быть так, что она подсознательно наказывает своего мужа или своего парня за то, что он представляет эту мужскую фигуру в ее жизни. Но если посмотреть в прошлое, она на самом деле наказывает своего отца. А ее партнер лишь невинная марионетка в этом случае. И в большинстве случаев, что я вижу, когда мы рассматриваем обстоятельства подобные этим, то партнер, испытывающий проблемы с гневом, переносит его на другого партнера. Так как он, наконец, чувствует себя в безопасности рядом с этим человеком, чтобы отпустить гнев, позволить ему выйти, позволить ему вырваться. Это также связано с подсознательным намерением наказать, но не конкретно партнера. К сожалению, в некоторых случаях это может вылиться в жестокость или форму наказания, но без намерения нанести прямой вред партнеру. Стимулом гнева является неразрешенная боль от нанесенных отцом ран. Итак, ребята, давайте взглянем на третью категорию, когда в отношениях возникает гнев из-за того, что эти отношения преподносят человеку. Этот тип гнева достаточно популярен, и я часто вижу, как происходит подобное. Итак, запомните, у всех нас свое собственное определение отношений, как и то, на чем они должны основываться. Особенно на это влияет наш прошлый опыт отношений, включая наши наблюдения за тем, как наша мать и отец обращались друг с другом в их отношениях. Это может быть и то, как мы воспринимаем семейные отношения. И опыт, что формирует наше определение и опыт, который мы получили в отношениях, объединенное в одно целое, и есть наше окончательное представление о том, как мы относимся к отношениям и что они представляют для нас. Теперь в этом случае давайте продолжим пример. То, к чему я веду, возможно, связь или отношения, в которых определенный человек оказался, что теперь так же в прошлом. Этот опыт мог также заставить этого человека почувствовать себя ограниченным, мог заставить его почувствовать себя лишенным воздуха, словно бы потерявшим свою свободу. Этот человек мог испытывать много неподобающего обращения, не обязательно со стороны партнера, но, возможно, со стороны семьи или друзей партнера, которые не обязательно были такими добрыми по отношению к этому человеку. Итак, когда вы рассматриваете отношения, речь идет не только о том, что в них вносит сам партнер. Это еще и друзья партнера, его семья, все в совокупности. Таким образом складываются отношения. Это не только два отдельно взятых человека. Итак, вот что еще в данном случае создает большое количество конфликтов. Так это то, что в отношениях все мы ищем любви, мы ищем уюта, мы все хотим, чтобы о нас заботились. И, конечно же, мы все делаем это для того, чтобы, самое важное для нас, удовлетворить наши потребности. Желание выстраивать отношения – это нормально. Это биологическая потребность, которой обладаем мы все. И, конечно же, еще и эмоциональная потребность. Однако, если у вас есть травма и стресс, связанные с отношениями, и потребность и желание найти отношения, которые, как вы чувствуете, теперь ограничены, в связи с которыми вы чувствуете себя словно загнанными в ловушку, вы чувствуете внутренний конфликт по этому поводу, так? Это словно бы «я хочу этого», но в то же время я чувствую страх. Это как «подойди поближе», но не слишком близко. Так что я уверена, некоторые аспекты выше могут касаться и непосредственно вас. Давайте начистоту. У всех нас был негативный опыт отношений. Не все наши отношения были легкой прогулкой. Теперь, когда отношения начинаются, то, что мы хотим рассмотреть, почти неизбежно то, что в отношении партнеры принесут старые раны, что не были разрешены из-за предыдущего негативного опыта в отношениях. Что я имею в виду, так это то, что учиться на собственном опыте – это нормально, а также помнить то, как ощущалось пережитое в отношениях. Это нормально. Но есть та сторона, где мы помним, что это было за ощущение, чтобы мы могли избежать его повторения. Но иногда воспоминания о подобных отрицательных переживаниях могут быть настолько мощными и разрушительными, что тот способ, которым мы пытаемся уйти от их повторного переживания, может стать еще более разрушительным. Таким образом, даже если человек, к примеру, только начал новые отношения, само развитие отношений может позже вызвать в человеке все его воспоминания из его прошлого, такие как чувство удушья или чувство загнанности в ловушку. И эти отрицательные эмоции, что вызваны тем, что человек вступил в отношения, с большой вероятностью запустят старые механизмы преодоления. Негативные, эмоциональные и даже непредсказуемые реакции направлены на то, чтобы обезопасить себя в отношениях. Пусть даже отношения – это то, чего человек сознательно желает, но подсознательно старые отрицательные воспоминания вызывают биохимическую реакцию тела на подсознательное воспоминание, и это заставляет тело чувствовать, как будто оно вновь переживает прошлое. И человек может начать вести себя так, как в прошлом, чтобы обезопасить себя. Несмотря на то, что отношения сами по себе могут быть прекрасными, малейший триггер может вскрыть очень большие эмоциональные раны, вернув человека в цикл, в котором тот заново переживает прошлое. И человек проецирует все свои прошлые механизмы преодоления в свою новую обстановку, которая не соответствует их прошлому опыту, и это создает наибольший конфликт. Однако расстройство, которое человек теперь ощущает, часто может быть настолько большим, что он оказывается не в состоянии сознательно контролировать собственную реакцию, так как в конечном итоге человек желает ощущать себя уютно и в безопасности. Его сознание внутри тела воспринимает это, как возвращение в состояние, в котором переживается событие прошлого. И, конечно же, тело реагирует, и оно пытается вновь обрести контроль из воспринимаемого, как потеря контроля, тем, что возвращается к инстинктивной реакции «бей или беги». В этом случае преобладает инстинкт борьбы, что высвобождает адреналин, который затем выражается в форме гнева, чтобы вернуть человека в состояние безопасности, чтобы придать ему смелости, чтобы вновь почувствовать уверенность, чтобы почувствовать контроль над ситуацией, в которой сознательно или подсознательно чувствовалась угроза. И список можно продолжить, но вы уже поняли мою мысль. Итак, когда вы теперь смотрите на эти три пункта, воспринимайте их как основополагающие и наиболее важные для изучения, когда вы рассматриваете проблемы гнева во взаимоотношениях. А также вы можете увидеть на примере сегодняшнего видео, как эти три причины могут существовать отдельно друг от друга, но в конечном итоге они объединяются вместе в одну сложную и проблематичную ситуацию. Это поможет вам по крайней мере начать осознавать проблему и иметь лучшее сознательное представление о том, когда происходят определенные вещи. Помните об этом и смотрите на то, что может происходить за поверхностью вещей, так как в большинстве случаев, когда вы видите неустойчивую реакцию, это верное доказательство того, что за этим стоит что-то более глубокое, происходящее в человеке. Итак, ребята, спасибо за то, что присоединились ко мне в этой части серии. И я надеюсь увидеть вас в следующий раз. Итак, до следующей встречи. Будьте светом, ведь вы и есть свет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием «Метафизическая анатомия» на Амазон, в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях, а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики. Кроме того, я решила вас побаловать, добавив специальные пометки для того, чтобы вам было проще начать поиск ответов на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь. Не забудьте подписаться на мой инстаграм-аккаунт и ветроузру и страницу «Метафизической анатомии» в фейсбуке. Увидимся в следующем видео.